Противокорабельная ракета КС-1 «Комета». Первая в своем роде. Статья о военном обозрении за 23 ноября 2019 года. Рябов Кирилл. Ракета КС-1 под крылом Ту-16КС. На фотографии. В первые послевоенные годы в нашей стране изучались сферы применения ракетного вооружения и пути его развития. По результатам этих работ была найдена возможность создания перспективной противокорабельной ракеты для бомбардировщиков. В 1947 году вышло соответствующее постановление Совмина СССР, а через несколько лет на вооружение поступил готовый комплекс КС-1 «Комета». Особо важное задание. Постановление Совмина о создании авиационной ПКР с дальностью стрельбы не менее 100 км вышло 8 сентября 1947 года. Проект с шифром «Комета-3» поручили разрабатывать нескольким организациям. Ракету должно было сделать УКБ-51, но вскоре работы перепоручили УКБ-155 «Микояна». Система наведения и управления для ракеты проектировала вновь созданное специальное бюро номер 1 во главе с Куксенко. Над системами для самолета-ракетоносца работала УКБ-156 «Туполева». Также к работам привлекли массу других научных и проектных организаций. Поиски облика. Работы по «Комета-3» велись в УКБ-155 под шифром «Б», руководил ими «Гуревич». Еще во время поиска основных решений заказчик потребовал оснастить ракету турбореактивным двигателем и повысить ее дальность. Следствием этого стало предложение построить ПКР на базе существующего реактивного истребителя. Один из самолетов-аналогов «К». Сначала в качестве основы для «Кометы» рассматривали самолет И-300 МИГ-9 в упрощенном варианте. Затем проработали аналогичную переделку более нового самолета И-310 МИГ-15. И этот вариант оказался более удачным. Тем не менее, для выполнения всех требований пришлось создать совершенно новую конструкцию, хотя и на основе наработок по старой. На стадии поисков активно использовались летающие лаборатории на базе существующей техники. Аппаратуру носителя испытывали на транспортном ЛИ-2, а приборы для ракеты отрабатывали на МИГ-9. К началу 1951 года появился первый из четырех самолетов-аналогов «К». По своей конструкции он максимально походил на будущий ПКР, но отличался наличием кабины, механизации крыла и убираемого шасси. По своим ТТХ К повторял проектируемую ракету. 4 января 1951 года летчик-испытатель Ахмед Хан Султан выполнил первый полет на К-1 со взлетом с земли. Весной УКБ-156 предоставила бомбардировщик Ту-4КС с аппаратурой для подвеса ракеты и самолета-аналога. Первый полет К со сбросом с носителя выполнили в мае того же года. Вскоре на испытания вышли еще три лаборатории с номерами от двойки до четверки. До мая 1952 года четыре самолета-аналога выполнили около 150 полетов с горизонтальным взлетом или с сбросом с Ту-4. Были отработаны вопросы аэродинамики, общесамолетных систем, средств наведения и так далее. Успешные испытания изделий К позволили сформировать окончательный облик перспективной ПКР Комета-3, а также приступить к подготовке испытаний такого оружия. Изделие Комета Готовая ракета КС-1 Комета представляла собой самолет-снаряд, внешне и по компоновке, похожий на истребитель МиГ-15. Отличия заключались в меньших размерах, длина 8,3 метра и размах крыла 4,77 метра. Массия 2760 килограмм, увеличенная стреловидность у крыла и так далее. Самолет-носитель Ту-4КС с К под крылом. Вон его видно. Между последним иллюминатором, вон хвост, и туда вправо. Маленький, какой по сравнению с самолетом-носителем. В качестве силовой установки на КС-1 использовался турбореактивный двигатель RD-500. Предлагалось брать авиационные двигатели с истекшим ресурсом, проводить капитальный ремонт и ставить их на ракеты. ПКР не нуждалось в двигателе с полным ресурсом, а такой подход позволял изрядно сэкономить. Позже появилась упрощенная и облегченная короткоресурсная модификация двигателя RD-500K на основе более дешевых материалов и без возможности управления тягой. Поздние серии КС-1 оснащались только специальными RD-500K. ПКР получила систему наведения типа К-1. Она включала полуактивную радиолокационную ГСН в носовой части, хвостовую и штыревую антенну и аппаратуру обработки сигнала с выдачей команд на исполнительные механизмы. Приборы ракеты должны были принимать радиосигналы РЛС-носителя. В центральной части планера размещалась фугасная боевая часть К-450 с 500-килограммовым зарядом. Этого хватало для поражения кораблей всех основных классов. Ну вот схема. В описании под видео, как всегда в инфобоксе, будет ссылочка на статью. Перейдите и посмотрите все схемы, все рисунки в полноразмерном формате. Изначально носителем КС-1 стал дальний бомбардировщик Ту-4КС, получивший набор специального оборудования. На нем установили радиолокатор К-1М-Кобальт-М, аппаратуру управления ракетами, пульт оператора И-2, балочных держателя под крылом. Принцип работы. Принцип работы ракетного комплекса был достаточно прост. Самолет-носитель с дистанцией 90-100 км при помощи РЛС должен был находить надводную цель и брать ее на автосопровождение. На дистанции около 90 км сбрасывалось. После пуска ракета развивала максимальную скорость и выходила на высоту 400 метров, оставаясь в случае РЛС-носителя. На дистанции не более 30 км от цели ГСН могла захватить отраженный целью радиосигнал и наводить ракету на него. Перед поражением цели ракета переходила в пикирование. Самолет-носитель должен был подсвечивать цель до момента попадания ракеты, после чего мог уходить из района цели. В зависимости от своих ЛТХ в момент попадания ракеты бомбардировщик должен был оставаться на расстоянии в десятки километров от цели, что исключало его поражение средствами ПВО того времени. На траектории комета развивала скорость не менее 1000 км в час. Дальность стрельбы изначально составляла 90 км. Высота пуска не более 4-4,5 км. КС-1 на испытаниях. На фотографии Ту-4КС с двумя ракетами. Слева и справа. В мае 1952 года, после завершения испытаний самолетов К, состоялся первый пуск ракеты КС-1 с Ту-4КС. Из-за неполадок ракета не вышла в луч РЛС и упала в море. Следующие пуски тоже оказались неудачными. Один из них завершился повреждением самолета-носителя. Вследствие этого потребовалась непростая доводка изделия. Государственные испытания начались в июле 1952 года и завершились в январе 1953. В них использовали 12 ракет. Учебной целью был списанный крейсер «Красный Кавказ». Основная масса пусков осуществлялась с весовым имитатором БЧ для сохранности цели. Однако кинетической энергии ракеты хватало для поражения цели. Пробивался ли при этом броневой пояс не ясно. Из 12 ракет в цель попали 8. 21 ноября 1952 года состоялся последний пуск по крейсеру. Цель без экипажа шла со скоростью 18 узлов. Бомбардировщик нашел ее на дистанции 120 километров и выполнил пуск кометы с 80 километров. Ракета с БЧ попала в цель и взорвалась. Корабль получил фатальные повреждения и за несколько минут затонул. В Сирии и в войсках. Уже в 1952 году филиал 2 ОКБ-155 наладил серийное производство новых ракет. А в начале 1953-го комету приняли на вооружение. Разработчики проекта получили сталинскую премию. В 1953 году производственную кооперацию по КС-1 существенно перестроили. К программе производства привлекли новые предприятия, что позволило увеличить темпы выпуска. На фотографии макет кометы с прозрачным обтекателем. Видна антенна ГСН. В том же году в Крыму была сформирована учебно-тренировочная часть номер 27, получившая самолеты Ту-4КС и ПКР-КС-1. Личному составу части предстояло освоить новую материальную часть и отработать особенности ее применения. В течение двух лет было произведено 18 учебных пусков, 14 попаданий, на основе чего составили наставление по боевому применению ракет. В августе 1955 года часть номер 27 переформировали в 124-й тяжелый бомбардировочный авиаполк дальнего действия. В дополнение к переоборудованным Ту-4 он получил самолеты-имитаторы СДК-5, модификацию МИГ-17 с аппаратурой по типу аналога К. С их помощью можно было проводить обучение летчиков, не тратя реальные ракеты. Параллельно с этими событиями на Казанском авиазаводе шла модернизация бомбардировщиков Ту-4. За несколько лет в носителе ПКР переоборудовали десятки строевых машин морской авиации флота. Новый носитель. К моменту принятия кометы на вооружение, самолет Ту-4 морально устарел и нуждался в замене. Уже в 1954 году стартовали испытания бомбардировщика-ракетоносца Ту-16КС. На новейшей Ту-16 установили аппаратуру от Ту-4КС. При этом часть систем управления и рабочие места оператора пришлось выполнить в виде контейнера, подвешиваемого в грузоотсеке. Как и предшественник, новый самолет мог нести две ракеты КС-1. На схеме. Схема боевого применения КС-1. Что означают цифры, я не в курсе. Здесь пояснений нет. В ходе испытаний Ту-16КС подтвердил свои преимущества перед Ту-4КС. Он отличался более высокими ЛТХ и имел современное приборное оснащение. Все это позволяло более полно реализовать потенциал ПКР. В конце 1955 года ракетный комплекс на основе Ту-16 официально приняли на вооружение. К концу 50-х Ту-16КС имелись в морской авиации всех флотов ВМФ СССР. Их общая численность достигла 90 единиц. За счет этого удалось отказаться от устаревших носителей с середины 40-х годов. Модернизация ракеты. Параллельно с производством новых носителей выполнили модернизацию ракеты. Улучшенная комета могла запускаться на высотах до 7 километров и летела на 130 километров. Обеспечили последовательный залповый пуск двух ракет одним носителем. В таком случае оба изделия летели в одном луче, но с безопасным интервалом. Была сформирована методика пуска ракеты с высоты 2 километра. Это упрощало нанесение удара и повышало вероятность поражения цели до 0,66. В начале 60-х разработали улучшенную аппаратуру для КС-1 и Ту-16КС, устойчивую к помехам. За счет этого удалось повысить стойкость КРЭБ противника, а также снизить негативное влияние собственных радиоэлектронных средств при массированном пуске. На фотографии подвеска ракеты под крыло Ту-16КС. Разрабатывалась новая модификация кометы с инфракрасной ГСН типа «Спутник-2». Было изготовлено несколько таких ракет, но направление не получило развития. Выяснилось, что цель типа «Корабль» излучает недостаточно тепла для эффективной работы ИК-ГСН. На основе КС-1 создали несколько новых ракетных комплексов. Для крейсеров ПР-67 разработали систему КСС, включавшую балочную пусковую установку и приборы управления. Схожим образом построили сухопутные комплексы С-2 «Сопка» подвижный и стрела стационарный. На базе С-2 разработали изделия КС-7 и ФКР-1, отличавшиеся применением ядерной быче. Долгая служба. Крылатые ракеты семейства КС-1 «Комета» несли службу с 1953 года. Первой появилась авиационная ПКР. Вскоре после нее на вооружение поступили сухопутные модификации, в том числе с особыми возможностями. Комплексы на основе Ту-4 КС и Ту-16 КС состояли на вооружении морской авиации всех флотов. Наземные комплексы эксплуатировались береговыми войсками и ВВС. «Комета» была первой отечественной ПКР и неплохо зарекомендовала себя в этом качестве. Однако уже к середине 60-х годов такое вооружение устарело, и для его замены создали новые образцы. В этот период стартовало производство новых ракет и переоборудование Ту-16 КС под них. Комплексы с ПКР-КС-1 оставались на вооружении до 1969 года, после чего их окончательно списали и заменили более поздними системами. На фотографии пусковая установка сухопутного комплекса «Сопка». Ту-16 КС и ракеты для них ограниченно поставлялись зарубежным странам. Такие ракетные комплексы получили Египет и Индонезия. Насколько известно, египетские ВВС не успели использовать полученное оружие. Во время шестидневной войны ВВС Израиля уничтожили всю египетскую эскадрилью ракетоносцев прямо на аэродроме. Индонезийские самолеты служили в течение многих лет, но в боях не участвовали. Первая в своем роде. Проект КС-1 «Комета» был первой отечественной попыткой создать противокорабельную ракету для борьбы с крупными надводными целями. В целом, эта попытка была удачной, и морская авиация получила новое оружие с высокими характеристиками. Впрочем, ввиду несовершенства технологий того времени, «Комета» имела целый ряд заметных недостатков. Их исправление и освоение новых решений достаточно быстро привело к появлению новых, более совершенных ПКР. Вскоре они вытеснили КС-1 из арсеналов, но за ней осталось почетное место в истории отечественных авиационных вооружений. Браво! Конструкторам, изобретателям и всем, кто трудился над этим, даже не знаю, произведением искусства для защиты собственной страны. Рябов Кирилл. Специально для военного обозрения. Противокорабельная ракета КС-1 «Комета». Первая в своем роде.